В этом уроке давайте мы с вами разберемся с материалами. Что такое и для чего они нужны. Сейчас я сразу на примере буду показывать, чтобы не быть пустословным. Нарисую какую-то подопытную модельку. И к ней еще какую-нибудь колонну пририсуем сейчас. Не знаю, что тут получится сейчас. Мы это сейчас и увидим. Так. Такое вот. Такая штука у нас получилась. Сейчас мы ее... Сюда пристроим. Итак. Это удалить нам надо все. Ладно. Не важно, что у нас будет. Главное, чтобы было понятно. Итак, материалы. Материалы это та вещь, чем мы оформляем все наши модели. Допустим, если стена кирпичная у дома, то она и должна быть кирпичная при визуализации. То есть, вот если это у нас стена дома, то ясно, что вот этот вот цвет, это явно не кирпич. Для этого накладываются текстуры. Как их накладывать? Заходим в обозреватель материалов. Перед нами вылезает вот такое вот окно. И вот здесь вот так. Вот это у вас не будет. Вот это вот удалю я сейчас. Это мои материалы. Тут я... Они сами добавляются сюда, когда мы пользуемся ими. Итак, здесь у нас есть библиотека материалов Autodesk. Если вы устанавливали AutoCAD и ее установили, то она у вас так же будет. Открываем эту библиотеку. И вот здесь у нас представлена вот такая вот куча материалов различных. Давайте найдем кладку, кирпич возьмем. Нажимаем вот на нее один раз. И у нас справа вот здесь вот уже вылезает... Сейчас немножко подвинем. Вылезают уже варианты кирпичей. То есть... Красный, желтый... Виды кладки различные. Ну вот, выберем обыкновенную, стандартную. А, это в елочку у нас. Это не стандартная. Так, давайте поищем обыкновенную кладку. Какую-нибудь неравномерную. Непрерывный ряд. Здесь ставим реалистичный. Так, сейчас... Так, давайте выберем какой-нибудь материал. Допустим, вот бетонные блоки для нашего здания. И наложим его на нашу модель. Так, сейчас я добавлю еще что-нибудь сюда. Как вы заметили, то... Если мы накладываем материал, то он у нас накладывается на всю модель целиком. То есть, не на отдельную стенку. Чтобы наложить материал на какую-то стену, нам нужно нарисовать плоскую поверхность для этой стены. Давайте попробуем сейчас... Так вот, видите... Мы сделали плоскую поверхность. И теперь нам... Что так... На нее нужно наложить какой-то элемент. Вот. Мы наложили это на плоскую поверхность. Только она у нас отображается почему-то. Сзади там. Ее нужно немножко вперед сдвинуть. Так. Сейчас мы... Это наше... Строение. Отодвинем немножко. Так вот. Тут удалим. Для наглядности. Так ее, по идее, нужно сдвигать там на долю миллиметров. Для наглядности, чтобы было видно. Мы посмотрим вот так вот. Теперь мы нажимаем тонирование. И смотрим, что у нас получилось. Вот. Мы затонировались. И, как вы видите из нашего рисунка, у нас получилась вот такая вот фотореалистичная модель. То есть, теперь это уже не какие-то фигуры просто абстрактные. А это уже законченная модель. То есть, стены. Как будто сделаны из кирпича, из бетонных блоков. Низ гранит. То есть, под ним подстилка гранитная. Или какой тут камень, не знаю, выбирали. И вот стена штукатуркой заделана, грубо говоря. Вот так вот работают материалы. Вот так вот работают материалы. И уже вот здесь вот создать материал нажимаем. Выбираем на основе чего мы будем создавать этот материал. Вот, допустим, для керамики уже есть заготовки. Бетон и так далее. Краска для стен. Давайте краску для стен выбираем. Краска для стен нам не подходит, потому что здесь нельзя вставлять картину. То есть, выберем общий тогда. Вот общий. Общий здесь собрано все. Все настройки, которые могут быть. Мы выбираем изображение. Ищем у себя на винчестере изображение наше. Так, изображение от типа файлов, которые поддерживаются. То есть, в фотошопе там подведете к этому. Сейчас он загрузится. Вот, я нашел какое-то изображение, просто там было. И его загрузил. Ну, здесь ставим яркость. Инверсия или не инверсия. То есть, это изображение наоборот, по цвету. Противоположный цвет для этого цвета будет вот такой вот. Дальше здесь выделение изображения. То есть, 100% или нет. Глянцевитость. Насколько оно глянцевым будет. Здесь есть уже заготовки. То есть, оно будет глянцевитое, поэтому, по этой текстуре. Но этим не надо забивать голову пока. Так, регулятор обратно вернем. Светлые участки. Значит, здесь у нас металлические, не металлические отражения. И дальше идет отражательная способность. Могут ли они отражать у нас наши обои. Если мы клеим плитку, то выбираем для нее, для данной текстуры, отражательную способность. Видите, она становится как глянцевая. Дальше прозрачность. Будет ли у нас прозрачным наши обои, наша текстура. Вырезаемые участки. Здесь можно вырезать определенный участок этого изображения. Дальше. Самосвечение. То есть, будет ли... Будет ли светиться у нас наша текстура, когда мы ее наложим. Вот, допустим, если вы рисуете компьютер, и его экран... Если он включен, его экран должен светиться. То есть, вы накладываете какую-то текстуру вместо его экрана. И уже делаете ее, чтобы она светилась. Так, выдавливание. Это нам не надо. Все, у нас готова наша текстура. Теперь, значит, мы ее по умолчанию общей... Теперь, значит, мы его создали. Просто закрываем редактор, и у нас он вот здесь вот появляется. Мы его можем перетащить в мои материалы. Вот, в мои материалы. И у нас, видите, он будет в наших материалах. Мы его также аналогично перетаскиваем на наш участок, и пробуем, тонируем, смотрим, что у нас из этого получилось. Вот такой вот у нас материал получился. Видите, он с отражательной способностью. То есть, отражает вот эту часть. Бликует. И немного прозрачен. Вот, все, что хотел сказать по материалам. В принципе, здесь ничего сложного нет. Все есть разобраться. То есть, можно какие-то свои материалы создать, если вам нужно. Ну, я думаю, тут в автокаде, у них в библиотеке очень много всяких материалов. Это если только под какие-то индивидуальные проекты. То есть, где должна четко совпадать текстура материала. Температура. Спасибо. Продолжение следует...